Здравствуйте! На телеканале Ника Плюс время новостей в студии Дмитрий Николаев. Сегодня в нашем выпуске. Я буду рада и для меня это будет, наверное, большим удивлением. Уволенный директор 45-й школы ищет справедливости в суде. Кто будет управлять школой? Жители Петрозаводска оставлены один на один с управляющими компаниями. Кто кем управляет? Площадка ОТЗ, водоем Новососинки и площадь Кирова. Вот это все в комплексе, может быть, общим местом отдыха. Первая площадка ОТЗ продана. Городским властям остается только предлагать. Как и кем управляет администрация? Компания Охта Групп купила территорию первой площадки ОТЗ почти со всем содержимым. Как пояснил сегодня на неформальной встрече с журналистами мэр города Николай Левин, этот район будет кардинально реорганизован, но исторические памятники в нем останутся. В том числе обещают оставить облик хотя бы одного из заводских цехов, но внутри него все преобразуют. Подробнее о городских проблемах, которые приходится решать мэру Илона Румянцева. Сумму сделки Николай Левин тактично не озвучил, но подчеркнул, что Охта Центр купила территорию гораздо меньше, чем за миллиард рублей. Помещение музея, которым волнуются сегодня ценители истории, будет оставлено под музей. Все расходы по его содержанию и экспозиции берет на себя опять же Охта Центр. А слухи о том, что высотный офис, вызвавший споры в Петербурге, собираются строить у нас, пока лишены оснований. Впрочем, если Охта Центр согласится переехать сюда, то мэр будет только за, ведь это большие вложения в экономику города. Мое предложение, которое я им озвучил на последней встрече, оно заключается вот в чем. Площадка ОТЗ, водоем Новососинки и площадь Киров. Вот это все в комплексе может быть общим местом отдыха, культурного отдыха, спортивного отдыха для всех петрозаводчан. Далее заговорили о проблемах, которые волнуют всех. Мэр отметил, что впервые за долгие годы улицы стали очищать от снега. Однако пока видно, что еще больше его остается, особенно во дворах. Нынешнее законодательство не позволяет городской власти повлиять на работу управляющих компаний. Все чаще звучит такое оправдание. Да и техника устарела и поломалась за годы перестройки, а новой нет. Мэр обещал, что три грейдера идут на выручку. И еще три будут закуплены осенью. Та техника какая, если она не может справиться с таким объемом снега, не может. Особенно если он немножко улежался уже, его не взять. Поэтому мы, почему грейдер это покупаем? В том числе и для управляющих компаний. Чтобы они заключали договор с Гордео, грейдер, идя по улице, зашел во двор и вышел снова на улицу. Грейдер может взять это. Дворы, о которых вы сказали, это проблема на самом деле самая кричащая. И вина в этом в основном управляющие компании. Мы сейчас готовим поездку в Большую Финляндию, руководить управляющие компании. Хотим показать, как вообще нужно убирать дворы. На встрече успели поговорить и об успехах. Возобновил производство по новой технологии ПЛВЗ. Новый директор Росатомовского, теперь Петрозаводск Маша, поехал в Болгарию брать заказы. Проектируется фабрика по переработке ягод, где найдется много рабочих мест для женщин. Планируется строительство трех спортивных площадок и одного ледового катка рядом со школами. А также множество офисных и торговых центров рядом с жилыми домами. На 80% будет заменена мебель в горбольнице. Николай Левин сознался, что душой болеет за родной город. И предложил журналистам вместе решать проблемы. А также по бокалу шампанского. И теперь наш уже традиционный вопрос дня. Как вы оцениваете работу Петрозаводской городской власти? Если удовлетворительно, звоните по телефону 599-131. Неудовлетворительно 599-132. А она у нас есть 599-133. Все звонки, включая звонки с мобильных, бесплатны. Высказывайте свое мнение. Результаты опроса мы озвучим в конце выпуска новостей. Мы, кстати, сегодня объявили вопрос в начале нашего информационного часа в 19.00. И вот уже первые результаты. У вас еще есть время помочь городской власти. Ну, а финским городским службам, похоже, тоже есть чему поучиться у наших. Петрозаводчанка Елена Татмянина стала свидетелем ноу-хау в уборке городских улиц. Трактор вместо того, чтобы убирать снег, около часа просто катался с поднятым ковшом. Возмутила я живу на Чкалово. Улица не чистится совсем. А трактор, трактор номер 5189. Обычно синий трактор. Впереди ковш поднят, сзади нож поднят. Он ездит вокруг наших домов 54-го и 58-го. Мы пытались с женщинами за ним бежать. Пытались кричать. Я за ним на машине поехала. Он так подняв ковш, вот это так и проехал. А когда звонила в Гордео, они сказали, что трактор на уборке. Он 40 минут, он просто ездил вокруг наших двух домов и вот там по пятаку. Но он не чистил ничего. Как говорят наши мужчины, вот водители, ездит, затем отрабатывает солярку. Он ездит, его, видимо, контролируют, видимо, датчики есть, что он ездит. Гудит, ездит, но ничего не убирает. Жители Куковки, Галиковки и Ключевой взбудоражены слухами о банкротстве управляющей компанией «Этрон». Поводом послужило то, что налоговая провела в «Этроне» проверку и якобы выявила нарушение в уплате налогов. Суммы исчисляются десятками миллионов рублей. Если «Этрон» обяжут их выплатить, то предприятие вполне может обанкротиться. У жильцов появились опасения. Что же станет с деньгами на капитальный ремонт, который копил каждый дом? О деньгах и управляющих компаниях. Светлана Воробьева. На Куковке застрявшие во дворах не только легковушки, но даже мусоровозы «Камазы». Жители устали обращаться в свою управляющую компанию «Этрон». Все равно бесполезно. А там и в самом деле не до жалоб. У коммунального предприятия судебные тяжбы. Налоговая провела выездную проверку управляющей организацией «Этрон». Выявила недоимку. Сумма этой недоимки исчисляется десятками миллионов рублей. Если «Этрон» обяжут их вернуть, организация рискует обанкротиться. Но исполнительный директор ассоциации, который представляет интересы «Этрона», уверяет. Ситуация не так трагична, как кажется на первый взгляд. Никакого банкротства не будет. Я уверен, что арбитражный суд в Петербурге поставит точки над «и» и снимутся любые вопросы по данному спору. Тем не менее, жильцы забеспокоились о судьбе денег, которые они откладывали на капитальный ремонт. Жильцы этого дома не так давно собрались на общее собрание. Они посчитали, что тех денег, которые они откладывали на капитальный ремонт, вполне хватит. Для того, чтобы отремонтировать в доме крышу и поменять канализационные трубы. Так и решили. О чем сообщили свои управляющие компании «Этрон». Вот протоколы этого собрания. И таких домов только на Куковке наберется добрая сотня. У каждого накопилась приличная сумма. Что касается денежных средств, накопленных гражданами по статье «Капитальный ремонт», то к счетам, на которых они хранятся, налоговые, нет никаких претензий. Они являются строго целевыми и могут быть потрачены только по решению собственников на целевые нужды. Собственно говоря, на капитальный ремонт дома. Либо возвращены собственникам. Поэтому никто покуситься на эти денежные средства не может, кроме самих собственников. Ровно пять лет назад в Петрозаводске коммунальная реформа началась с того, что город поделили между собой три крупные управляющие коммунальные компании. Только по самым скромным подсчетам, каждая из них получала в виде платежей от жильцов примерно 11 миллионов рублей ежемесячно. Руководители тогда обещали высокое качество предоставляемых услуг, а власть неусыпно следить за деятельностью коммунальщиков. Мы будем контролировать за качеством исполнения работ, будем контролировать исполнение договора конкретной компании, управляющей с жилым домом и с конкретным человеком, когда появятся претензии. А вот что говорят республиканские чиновники уже спустя пять лет. Мы такие вопросы не отслеживаем. Я слышал, что там есть судебное решение, по-моему, в пользу этого налоговой инспекции. Нет, да? Нет, да, наоборот. Значит, меня верят в заблуждение. Я боюсь вам дать информацию какую-то. Ну, не наша тема, мы этим не занимаемся. Мало того, в ситуации с Ситроном чиновники единодушны. Коммуналка теперь – это бизнес. И если у граждан есть претензии к нему, решать все вопросы необходимо в суде. Бывший директор 45-й школы подала в суд на Петрозаводскую администрацию. Напомним, мэр города уже дважды выписывал Светлане Артемьевой предупреждение о досрочном увольнении. Однако директор так и не услышала причин такого решения. Сегодня состоялось первое заседание в городском суде. Полтора десятка родителей и учеников 45-й школы стали свидетелями в судебном процессе. Они уверены, бывший директор непременно вернется на свое рабочее место. Отец двоих школьников вспоминает то, как он познакомился со Светланой Артемьевой. Она не выходила, она выплывала в этом круговороте детей, которые на ней висели. И постоянно там Светлана и Станиславовна что-то там ей рассказывали. Я сначала, честно говоря, даже и не подумал, что это директор. Я думаю, что это очень дорогого стоит. И никакие баллы и оценки чиновников тут не сделают ситуации. Накануне заседания Светлана Артемьева узнала таки от адвоката причину своего увольнения. Оказывается, она противодействовала реорганизации первого лицея путем слияния с 45-й школой. С этим бывший директор не согласна. Считает, что уволили ее исключительно за активную позицию. И это просто дискриминация. Теперь вся надежда на городской суд. Я буду рада. И для меня это будет, наверное, большим удивлением. Если сегодня восторжествует сразу справедливость. Я буду просто счастлива. Бывший директор просит восстановить ее в должности, а также возместить моральный ущерб в сумме 30 тысяч рублей. За это время здоровье Артемьева сильно пошатнулось. Мэрия с иском не согласна. Ответчики выступили с ходатайством и попросили суд перенести заседание. Заявили, что уволенному директору была предложена новая работа. И подтвердить это может заместитель мэра города Лариса Подсадник. Адвокат подзащитной выступила против, пояснив, что это только затянет процесс и ничего не изменит. Тем не менее, заседание все-таки перенесли на следующую неделю. Перекресток улиц Красная и Анохина – источник повышенной опасности. Перейти там дорогу, не угодив при этом под машину, непросто. А можно ли там переходить? И стоит ли делать специально оборудованный пешеходный переход? Мы попытались узнать оценку представителей ГИБДД. В городском отделе нам отказали сразу. А вот как прокомментировали проблему в республиканской инспекции. Сначала решили, что давайте, может быть, попробуем поставить туда пешеходный переход. Когда начали подсчитывать интенсивность движения транспорта и пешеходов, замерять уклоны на подходах, то выяснилось, что если мы просто поставим пешеходный переход, значит, ситуация от этого только ухудшится. Только ухудшится. У нас там большие транспортные задержки. Никто не пропускает пешеходов, а будут пропускать еще хуже. Значит, провоцировать будем на нарушение правил дорожного движения тех и других. Там требуется установка светофора. В перспективе, если администрация и будет светофоры какие-то устанавливать, то пока не в этом месте. То есть, если руки дойдут когда-то, может быть, они и установят там. Тут вопрос в том, что, опять же, значит, рядом там 120 или 110 метров находится регулированный перекресток. Несанкционированные свалки ядовитого снега должны быть убраны администрацией города из Петрозаводска. Иск в суд с таким требованием направила межрайонная природоохранная прокуратура Карелии. Поводом для проверки стали обращения граждан и сюжеты нашей телекомпании. Петрозаводск завален тоннами отравленного снега. Это подтвердили специалисты Российской академии наук. Снег из огромной кучи на анализ ученым привезла наша съемочная группа еще в январе. В нем были обнаружены бензин и мазут, ртуть и свинец, вредные кислоты. И все в концентрации, в несколько раз превышающей допустимую норму. И самое неприятное – свален ядовитый снег в природоохранной зоне Онежского озера на берегу Неглинки. К сожалению, с точки зрения закона, результаты нашей экспертизы – недостаточное доказательство для суда, но повод для проверки. Работникам прокуратуры понадобилось время, чтобы еще раз провести экспертизу и собрать доказательства, что снег, сваленный на Ленинградской и Вольной – не просто выпавшие осадки, а бытовые отходы, которые требуют особых условий утилизации. Установлено, что в водоохранных зонах реки Неглинка, Онежского озера складируются коммунальные отходы, а именно загрязненный снег. По результатам химического анализа снега, проведенного Центром лабораторного анализа и технических измерений, установлено, что в снеге содержится свыше предельно допустимых концентраций нефтепродуктов, металлов, хлоридов. В соответствии с действующим законодательством, на администрацию Петрозаводского городского округа возложена обязанность по сбору и вывозу отходов, в связи с чем прокуратуре предъявлено исковое заявление в суд о понуждении к ликвидации несанкционированных свалок. Если и вы видите, как свозят снег в неположенные места, сообщите об этом в милицию. Для этого достаточно запомнить номера машины, привозящей ядовитые отходы или сфотографировать нарушителя и написать заявление в УВД Петрозаводска. Сейчас мы прервемся небольшую рекламу, во время которой не теряйте время недаром и звоните, голосуйте. Напоминаю, все звонки, включая звонки с мобильных телефонов, бесплатны. После рекламы немного о погоде и подведем итоги нашего народного опроса. Весна начинается с праздника. В шансе 5, 6, 7 и 8 марта праздничные усиленные скидки на все. Магазин «Королевский размер» проводит лотерею. С 20 января по 20 февраля в мужском зале, с 6 февраля по 6 марта в женском зале. Победителей ждут суперпризы. Авиапредприятие «Северсталь» возобновляет полеты в Петрозаводской Хельсинки 3 раза в неделю. Заказ билетов по телефону 78-64-76. Первый праздник весны с гипермаркетом «Сигма». У нас всегда отличные цены. Тюльпаны отборные 5 штук. 139 рублей. Мы поздравляем милых дам и приглашаем за покупками. «Сигма». Лесной проспект 47. «Золотой овен» представляет. 6 марта. Международная выставка кошек. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Широкий спектр процедур с использованием лазерной технологии «Квантум». Лечение дерматологических и сосудистых заболеваний кожи. Эпиляция волос. Удаление новообразований. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Великая любовь и бессмертная музыка. 8 марта на сцене музыкального театра «Опера Травиата». Подарите своим любимым по-настоящему изысканный праздник. Весна начинается с праздника. В шансе 5, 6, 7 и 8 марта. Праздничные усиленные скидки на все. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем наш выпуск. Погодная аномалия, четырехдневная оттепель закончилась. Температура воздуха входит в среднегодовую норму. Петрозаводчане рано радовались наступлению тепла. Чудес не бывает. И март для наших краев все-таки зимний месяц. В минувшие четыре дня среднесуточная температура была выше нормы, благодаря чему на улице был плюс. Однако завтра все встанет на свои места. Температура понизится и приблизится к норме. Ожидается минус 5, минус 7 градусов в течение суток. Начнет распространяться скандинавский воздух. Это будет происходить на фоне облачной погоды с небольшим снегом. А местами закружат и слабые метели. Пришло время подвести итоги нашего опроса. Как вы сами видите на своих экранах, многие недовольны работой местного самоуправления. А подавляющее большинство вообще считают, что в городе власть отсутствует. У тех, кто не заметил работу новой административной команды, есть выбор продолжать ждать милости от чиновников. Вдруг они тоже в наказание съездят в сопредельную Финляндию за бюджетный счет и научатся работать. Или активнее высказывать свою жизненную позицию. Хотя бы в наших опросах. Помните, ваш голос всегда значим, по крайней мере, для нас. Свои предложения и пожелания вы также можете высказать на сайте нашей компании по адресу nikodefismedia.ru. Сразу после нашего обозревателя Тихого Александра и небольшой рекламы смотрите «Глаз народа». А у меня Дмитрий Николаев, на сегодня все. До свидания. На расширенном заседании коллегии местного самоуправления мэр города Петрозаводска Николай Иванович Левин отчитывался за проделанную работу в 2009 году. И хоть он отвечал только за полгода, тем не менее получил отметку. И отметка это «хорошо». Отмечалась социальная направленность бюджета и расселение аварийных восьми домов. Во-первых, сам смысл бюджета – это забота о бюджетниках, о функционировании главных муниципальных институтов, школ, больниц, ЖКХ и дальше по списку бюджетной росписи. Поэтому говорить о социальной направленности бюджета – это все равно, что говорить о песенности песен. Во-вторых, финансирование расселения аварийных домов проходит на федеральные деньги, а не муниципальные. В чем должен участвовать город, так это в разборке аварийных домов. Так вот, все восемь домов по-прежнему стоят, люди не расселены, по крайней мере не все. И отчитываться, господа, по этому пункту рановато. Скорая помощь стала медленной. Из-за неубранных дворов врачи к больным попадают на 40 минут позже. Город утонет в талых водах. Карелия вошла в зону риска критического половодья. Почему в городе происходит 80 ДТП в день? То ли дороги убирают плохо, то ли ездить не умеем. Не умеем. Подначально люди остались без скала, без двора. Из-за снега в многоквартирном деревянном доме обвалилась крыша. Капризы карельской погоды, как ее резкие перемены влияют на здоровье людей. Кроме того, самые интересные городские новости. Полная программа телепередач, прогноз погоды, афишек городских событий, подробный гороскоп, полезные советы и конкурсы с призами для наших читателей. Все это вы найдете в свежем номере газеты «Петрозаводск». Для самых дорогих и любимых такси 057. В магазине «Позитроника» ты купишь компьютер заводской сборки всего за 7,990. Круто! Магазин «Позитроника». Коголевский центр. Здоровый позвоночник напоминает роту солдат, который идет строго за командиром. Если один солдат падает, тянет за собой других. То же и с нашим позвоночником. Искривляется осанка, деформируются диски, появляются грыжи, нарушается работа сердца. Такая армия проиграет войну. Такой организм теряет надежду на выздоровление. В Петрозаводске ремонтом позвоночника успешно занимается Костная клиника. Уникальные лечебные процедуры снимают боль, способствуют устранению дефектов осанки и обновлению дисков. Костная клиника. Улица Лизы Чайкиной, 5. Центр моды. Все для парикмахеров и их клиентов. Профессиональные инструменты и аксессуары. Косметика ведущих производителей. Средства по уходу за ногтями и волосами. Салоны Центр моды на Ленина 3 и Калинина 48. Нежность. Спокойствие. Страсть. Тишина. Бастет в гармонии с тобой. Мощные и надежные снегоходы «Скиду» и «Линкс». Концерна «ПРП». Компания «Ольха». Первомайский, 82. Телефон 77-1107. Центр моды. Все для парикмахеров и их клиентов. Профессиональные инструменты и аксессуары. Косметика ведущих производителей. Средства по уходу за ногтями и волосами. Салоны Центр моды на Ленина 3 и Калинина 48. 11 марта. ДК «Машиностроитель». Группа «Мираж». С новой концертной программой «Только хиты». Начало концерта в 20.00. 77-43-07. «Золотой Овен». Дарите любовь. Всем привет! Вы смотрите «Глаз народа». Проблема архитектурного облика города сейчас активно обсуждается не только в правительстве, но и в обществе. Дискуссия, в частности, развернулась по поводу сноса вот этих вот двух дореволюционных зданий. Сегодня мы узнаем у жителей Петрозаводска, нужно ли, по их мнению, сносить деревянные здания на проспекте Ленина, а также как они оценивают архитектурный облик города в целом. Вы за или против сноса деревянных зданий в центре города и почему? Я за. Я проектировщик. Потому что я считаю, что в центре города такой, или их надо привести в порядок, но это ужас какой-то. Мне не нравится, например, что они вот такие все зачуханные в полном смысле, брошенные. Категорически против. Я даже принимала участие вот здесь вот, так сказать, как он назывался, митинга. Да, да, да. Я категорически против. Потому что, ну разве можно вообще превращать Петрозаводск чисто в офисные здания? Да нет, что пускай стоят. Плохо. А почему? Ну потому что ничего особенного в городе не будет. Чем-то город должен выделяться. Привели бы в порядок. Конечно, да. А почему? Ну так уже пора их менять. Я, конечно, против сноса. Сносить. А почему? А старые здания. Зачем они нужны? Ну мы против, конечно. Потому что здания красивые. На мой взгляд, да. Потому что они старые. Я думаю, нужно продвигать архитектуру современную. Есть ли в Петрозаводске здания, которые точно уже нужно снести, которые портят архитектурный облик города? А есть там вот по Гоголя внизу, там такие деревянные есть, которые и даже не обшиты, и действительно портят вид всего города. Ну вот и деревяки надо все сносить, убирать. Туда вот поближе к Мелентьевой, там их масса этих зданий. И потом на Первомайском очень много этих таких старых зданий, бараков. В полном смысле бараков. Я считаю, что их можно сносить совершенно, но ведь это надо людям квартиры давать. Ну вот, на мой взгляд, уже порадованным давно вот именно эти снести. Даже не то, что снести, а просто отреставрировать. Даже центр города, посмотришь, вот так все, все такое страшненькое. Вроде центр города. А вы по задворкам пройдитесь, даже в центре. Там столько на снос. В таких условиях люди живут, почему-то не видят. А там, где офис можно построить, давайте снесем. Как вы оцениваете в целом архитектурный облик города? В целом, я считаю, что при наличии западных архитекторов, наши архитекторы, пусть меня простят, могут спать спокойно. Архитектурный, вы знаете, удовлетворительно. Архитектурный облик у нас в Петрозаводске портят здания, вот эти бараки старые. Вот лучше бараки сносить и предлагать людям квартиры как-то находить все-таки возможность. Нормально. Я бы с кинотеатра в САМП, где я бы его отреставляла, просто смотрела старые фотографии, мне так очень понравились они, и я хочу, чтобы все вернулось на прежние места. Хотелось бы, конечно, таких новеньких зданий, тоже хороших, красивых, а так нормально. Ну, сейчас очень пошла уплотненная застройка, это плохо. Посмотрите, вот здесь поставили такую махину, это тоже плохо. Дом на доме? Да, дом на доме. Мне очень нравятся дома, построенные после войны. Очень нравятся, очень много у нас есть приличных. Ну, вот этот дом на Энгельсе, это я считаю, что хоть он послевоенный, но он прилично построен. А что бы вы построили в городе, если бы у вас была возможность? Я бы построила бы развлекательный комплекс молодежный, и где там, и в магазины, и все, ну, наподобие Меги что-то. Я бы построила бассейн. Надо старые содержать заводы, держаться за них. Это сейчас что, онежского тракторного завода уже нету, следяной фабрики нету, железобетона нету, южной промзоне КСК было тоже нету. Вот, сколько чего потеряно. Я бы, знаете, что построила бы? В первую очередь, вот не офисы, а в первую очередь строила бы спортивное сооружение. Вот наша Олимпиада сейчас показала как раз. У нас же один единственный бассейн. Надо строить бассейны, надо строить строительные площадки, чтобы дети могли во дворах. Раньше во дворах можно было заниматься спортом каким-то были площадки. Сейчас же этого ничего нет. Продолжение следует... Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского торгового центра, а также в новом магазине мужской одежды на Андропова 9. Весна начинается с праздника. В шансе 5, 6, 7 и 8 марта. Праздничные усиленные скидки на всё. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Дорогие женщины! Магазины Северной меховой компании рады предложить вам новую весеннюю коллекцию пальто, курток, головных уборов из тканей фетра. Существенные скидки на зимний ассортимент. Ждём вас в магазинах «Меховая одежда» и «Меховой салон» на улице Горького. И в магазине «Северное сияние» в торговом центре «Столица». По прогнозу Карельского гидрометцентра 4 марта ожидается облачная погода, небольшой снег. На дорогах гололедится. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура 5-7 градусов ниже нуля в течение суток. Ждём вас в магазинах «Северной меховой компании» по адресам. «Меховая одежда» и «Меховой салон» улица Горького, 7 и 15, «Северное сияние», торговый центр «Столица», второй этаж. Курс валют представляет ОАО «Восточный экспресс-банк». «Восточный экспресс-банк» объявляет сезон весенних подарков. С 1 февраля по 8 марта 2010 года кредит на подарки 0% годовых на срок до 6 месяцев. Дарите праздник! «Восточный экспресс-банк» 8 800 100 ровно 7 100. На 4 марта, по данным Банка России, установлен следующий курс валют. Доллар США 29 рублей 81 копейка. Евро 40 рублей 60 копеек. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа!